Ну, что можно сказать по игре данных команд, то что они довольно быстро вылетели в игру за третье место, особенно профгеймтим, игра закончилась, сама БУ-3, серия закончилась очень быстро. Ну да, сейчас, так полагаю, еще один матч, то есть у них уже была встреча, и они будут воевать сейчас за второй поинт, и нужно будет постараться коллективу профгеймтим, чтобы удержаться на Олимпе, хотя бы так, хотя бы Олимп в третьем месте тоже неплохо. За третье место, интересно, там полагается какой-то приз? Должен, должен быть, конечно. Ну, тогда есть мотивация сражаться дальше. Да, есть смысл, есть резоны, в любом случае нужно сражаться, даже если бы и приз не было, как всегда говорится, почет, уважение, бронза и нет. Так что, воюем. Воюем. Появляется еще Бутрайдер. Вдовеса к всему этому. Теперь немножко опять вопросы возникают по позициям. Бутрайдер может пойти на несколько вариантов, как и Марс, как и Огрмак. Ну и давайте следить. Не, ну мне кажется, Марс все-таки пойдет в оффлейн, как бы четверка Марса я еще ни разу не видел, даже от китайцев, хоть они придумывают довольно нестандартное решение. Бутрайдер может быть четвертой позиции, собрать какие-то барабаны, не знаю, просто тапок в виндлейнсы и ходить по карте, пытаться получить шестой цеплять кого-нибудь. Ну, Огару пятерка. Может быть. Так или иначе, вас смотрим. Вчера на другом турнире у нас был Марс в четвертой позиции и, увы, никакой он не смог себя реализовать. Поэтому здесь будет много вопросов, но возможно получится. Тем не менее, Сларк со стороны профгеймтим и ответом на этот появился Алхимик, мид-герой для команды Зиланд. Да. Вот этот Алхимик, он всегда такой немножко 50 на 50. У него есть такая функция, быстро фармить, которую все знают, но и если он отстает по голде суммарно командной, то это уже наполовину проигранный грамм, мне кажется. Так как Алхимик не должен так отставать. Есть две стороны монеты. Это действительно так, потому что очень часто случается, что его где-нибудь прогнали с мид-линии, потом он идет на равных по нетворсам. Как ты правильно отметил, если Алхимик имеет равные нетворсы, то плохой Алхимик. И эффекты для команды он не так много оказывает. Опять же, вчера мы смотрели подобную игру, где Алхимик и были такие же нетворсы, как у соперника, и это закончилось весьма плачевно, потому что в таких ситуациях, в таких раскладах Алхимик, конечно, сильно проигрывает. Че, пикается хопа против него, он будет страдать до шестого уровня точно. Если будет максить хопа, у нас даггер, то ему вообще не жить в миде. Плюс один какой-то персонаж в виде, ну, скорее всего, я думаю, что Undying пойдет в четвертую позицию, оффлайн еще доберут себя, профгеймтим. Его будет вообще очень тяжело стоять, так как ДиКей у него ворует силу. Максный даггер, постоянный урон. Ну и если еще лес, как-то нас и джетти будут лочить с интригами, как я думаю. Ну, если они на самом деле додумаются до этого. Виномансер! В итоге появляется последним пиком для команды профгеймтим. Да, похоже на Виномансера в хардлинии. Ну, так, конечно, посмотрим, что из этого всего получится. Интересно, может быть решение. Яд. Всегда неприятный. Оу, вот тут путь. Выбирай героя. Ответ путь. Тоже здорово. Что ж, посмотрим, что из этого всего удастся придумать. Очень опасный и нестандартный пик. С той и с другой стороны. Сейчас все во многом будет зависеть от реализации, конечно же. Ну, если вот давать предикты, то... Ну, мне профгеймтим немножко больше нравится. Там, что есть Клопа, есть Ларк. Есть Андайн, хорошая пятерка, в принципе, неплохая. Но, с другой стороны, там Алхимик и Пудж. Вот это пугает. Пудж может... Пудж, это действительно такая ситуация, что... Как не угадаешь. Очень сильно они ломают игру. И в итоге... Ходится подстраиваться под них. Если не смогут, тогда профгеймтим будут проблемы. Но... Ломать игру можно и самим Алхимику и Пуджу. Ну, так, конечно, если у них игра... Сразу не пойдет, то эти кулы уже будут камбэкнуться. Ребята разбегаются по всем фронтам в разные стороны. Поехала. И... Третья, я так полагаю, игра. И вторая игра. Это O.B.S.O.V.3. Сейчас узнаем. Надеюсь, вам сообщу так или иначе. Ну, к чему. А вот мне интересно, вот когда идет заставка представления команд в доте... Некоторые стоят, а некоторые бегут. Это от чего зависит? Я не знаю. От уровня компедиума? Да, это уровень компедиума. Чем больше уровень, тем нам нужно весьма высокий, чтобы они бежали. Потому что, помню, на восьмом тяе это была... В башне. Ну, и в реал уровень на башне. А сейчас получается на бег. Угу. Там хороший такой, конечно, приветственный экран. Сразу утверждает, кто здесь главный. 512 уровня багл пасса. И битва за руну на верхней части карты. Пробую тампу отжимать. Тут есть необходимость, готовность к нападению. И Огрмак, и Алхимик рядом бегают. Можно поджечь будет, но... Наверное, не рискну просто выступать. Хотя 8 армора на Огрмага. Он может попробовать затанчивать весь урон, который захотят в него влить в Варлок и самый Сларк. Ну, вот этот Огрмаг, он довольно сильный. И еще... Ну, до сих пор сильный, как я читаю. Так как имеет много армора. Познакомься поближе. Урон. А здесь снизу у нас нападение немножко такое... Друг изменяет команду. Здесь, Дики, напомню, уже у нас... Гэтрайдер навесил на Виномансера. Пытается за ним гнаться худш. Но в итоге... По арону мы видим, что... Скорее всего, 2-2 будет. У нас выживает и на Мансер. Ну, здесь проблемы у Бэтрайдера теперь. Дикиев уже... Три стака висит на нем. Шел четверт. 20 сил уже сфоровал. И... Надо им вернуться на линию обратно. Большим количеством здоровья. Ну, вот насчет Огромага, что я говорил. Ранее, в более поздних версиях Доты 2, был такой айтем, как Бурман Шилд. И если ты, к примеру, покупаешь на Огромага сразу же Бурман Шилд, то убить его как-то, просто разменяться с ним КВ будет очень проблематично для тебя. Сейчас все-таки его убрали. Ну, какие-то слухи есть, что его вернут. Он находится в Доте, только в какой-то отдельной лавке. И то можно его получить с помощью команды. Посмотрим, как будет развиваться. В общем-то, вряд ли для Интернашного что-то изменится. Вот там уже могут быть какие-то кардинальные перевороты. Поэтому нужно просто подождать. А пока, Казл, дается просто со Стал Чилдом переживать подобную агрессию с его стороны. И Алхимик, конечно, здесь выступает в очень интересном амплуа. Пытается что-то сделать на хард-линии. Пока вот у него это все под вопросом. Да, он здесь не является мидером. Он искупительно саппорт. Такая роль для него не то, чтобы не свойственна. И никто просто не практикует. Но он может в этом плане тоже работать. Потому что его Стал очень серьезно может сменить ход битвы. И даже если он будет без фарма, то блин Даггерс там это может определенные бонусы оказать на тимфайне. А ты заметил то, что у нас в миде стоит Марс? Да. Это второй вариант развития событий. Если Марс не идет в хард, но ему нужно идти в мид. Хоть как-то набирать опыт, набирать какие-нибудь артефакты. Возможно ранние дезоляторы. И уже с этим способом сражаться с соперниками. Снизу опять нападение. Там прокачался с Undying. Очень большое земление от Веномастера, от Пудж. И еще если у нас Ферст Блаз здесь на верху не был. Снизу скорее всего так же умрет только Пудж. Кукает, но в итоге забирает ферму. Получает опыт голду. А Веномастер отправляет футоверную ранее. Мышку без сроза. Размен 1 на 1 пока что. Да, в драке. Сларка отдалил. Это самый неприятный момент, наверное, во всем этом поражении. Потому что Сларку надо бы фармить потихоньку. Иначе нам прогоняют. На верхнем япе продолжается эта война. Снова зажали. Прижимается рот. Пытается догнать Веномастера. И остановить. Но уже рядом. Мышка срочет. Не хочет так поступать. Третий уровень. И 3-2. Так что пользу команды Радиан. Немножко они вырвались вперед. Помнишь, что и в баунти руны они забрались дик одному. И фраги сейчас начинают чуть лучше делать. И в результате ситуация по надворцам у них в плюсе. Я смотрю, здесь Марс неплохо себя чувствует на миде. Против КВП. У КВП уже половину хелспоинтов нет. И маны, чтобы давать этот даггер. Раскачка 2-1-1. Марс вообще, в принципе, игнорирует свою пассивку. Понимает, что против даггера она не работает. Мелджак. Еще и по опыту чуть-чуть вперед он вырвался. Ну что, давайте смотреть, как будет получаться дальше. А вот, в КВП не есть некоторые сложности, видим. Но, опять-таки, можно изменить. Темпайт, телепорт решил поражать Марс. Да, что-то непонятное. Можно мисклик, возможно, какой-нибудь небольшой что-то произошел. Бывает. Так или иначе, здесь пока он лидирует. Уже пятый уровень. Плюс вот так же на первой строке. Может, кто-то мог не то учить. Копьем опалый. Если я убить, там отлично действие. Ну, у нас пока тут снизу непадение показывает. Рассказывал про мис здесь. У нас куча уконул Веномансера. Далее приучился Бэтрайдер. Так забрали. Кстати, Иван Дайвинг сейчас может, если найдет Фуджа, в итоге он, немножко ошибаясь, выходит из акустиков. Иван Дайвинг возвращает сюда Веномансер. Снова-таки, уже наверху, враг у Варлок. Делает его у нас кубомаг. Бурное такое развитие событий. Непонятно, где начнется файт. Ну, химик Максит себе Unstable Concussion. Работает очень неплохо. В самом деле, в саппортов в итоге в два стана быстренько разбираются практически с любыми ханажем. Тем более, что Варлок не из живучих особо. Здесь только вот медиа. Линяя 5. Вставляется в нюнене, в нюнене, снова продолжается война. Поймали Unbind. Так, просто будут разобраться, стеки работают. И стеки еще поживет. Последнюю гусю надо выдать. Убывает, он сгорает. Unbind. Думается, баунтирую, но в результате еще и все может не уйти. Четырестаконапалма пытается даться нейтрал, но догорает и дабл кейл для Бэтрайдера. Отличная размена на нижней линии для команды Рейзиант. И еще и баунтирую удастся похитить сейчас. Так что это все очень-очень здорово. 9-3 в их пользу. И еще и 3000 нотворца. Ну что еще? Опять-таки, пытается разобраться здесь в вандаинге, но это сделать очень сложно, что дикие. Здесь ставят еще тамбу, кул, и скорее всего заберут. Это вандаинга, данный минус. Собирает себе брак пуч. 250 голды, еще и дополнительная тамба. На самом деле тамбу давать не очень-то приятно. Большой кулдаун и много голды. Договорим тут. Седьмой урон против пятого. Уже Марш на арену ставит. И у меня бьет щит и минус. Но келлинг сприл уже у нас от Марса. Просто не отпускает здесь. Понимает всю мощь своего героя. И пользуется этим на максимум. Очень здорово работает. Сейчас еще куда-нибудь. На другую линию придет так же. Ситуация будет для него максимально благоприятна. На нижней линии опять позиция Виногмантера, которого поймали. В Ком, скорее всего, приходит Квин оф Пейн. Пытается как-то изменить положение дел. Но ее так же могут поймать. Нужно действовать очень внимательно. Путь, что уже шестого. И Квин оф Пейн можно было таким образом загрызть. Сверху нападение. Комбарский галхимик. Да, скин сейчас, да, дает. Могу урон уже по Варлоку. Последние тычки остаются. Шадоу Борф не помогает. Также еще и Паунс. Так, попадает у нас Ларк. Пока что Марс снова так выбивает Квапу. Против Сларка, на самом деле, для терзанных драки здесь не очень-то. Хороши так, он набивает себе Агилу. Уже 15 стаков. Еще раскручивает одну голбу. У нас Алхимик дает нее, но... Антарпак, он снимает эту полбочку и отходит. В итоге Сларк здесь выживает. Но неприятно, что Варлок умер. Ну а пока Сларк будет жить. Но в остальном, опять ли, как-то ему поможет. Опять-таки, он при нападении. Он под Айсинспрэм решил подраться. На критерии заканчивается. Пошел под хил. Очень уже неприятная связка идет бандами. И можно пострадать. Но успели отступиться. И будут жить и здравствовать. Здесь герои. Команды Радиант. И заканчивается благополучно. Однако отойти бы. Наверное, стоит Огрымагом. Пытается еще одного крипа забрать. И получается 6. Здесь снизу пытались убить... Вот, последний путь полетает. И ультимейт уже здесь, наверное, пролетел. Ужа, Дикей пытается выжить. Здесь как-то Undyne прилетает. Ультимейт хороший откидывает. Зомбики работают, но все-таки умирает. Мы видим путь. Может здесь умереть также и бедрайдер. Смог нажимает. И в итоге он помогает скрыться от зомби. Ну, плюс. Плюс на себя вышли. Команды Радиант. Уже 6 тысяч преимущества. 6 тысяч. Очень приятное перемещение от Марса было. Сларк он забрал, который слишком сильно разгонялся на верхней линии. Не могли его остановить уже в 2 стана. Сейчас будет опять перемещение. Ну что, поехали мультикасты. Теперь туда не есть. Что и уровень получил. Нет, еще нет. Поэтому будет весело сложно. Нам надо подденье на Варлок. Его забирать гораздо приятнее. Подходит бедрайдер. Уже наверняка Варлок отправляется в таверну. А Сларк скрывается бег с тем, что ворт на нем действует. Немножко восстановился. Но ему нужен 6-й. Иначе вот просто не отпустят. Так. Пока у нас тут какие-то файты. Марс уже 9-й уровень про 7-го у Квапы. Всего лишь 2-0 талисмана. Далее будет собрать СПТ. Вот только сейчас прилетает ему Боттл. У Марса уже довольно внушительный такой билд. Забирается БТС инвизору. Ну, может как бы напасть на Квапу, но, к сожалению, нету. Ой, какое хорошее копье прям под тавер. Еще и банка по тайме не залетает. Можно еще копье. Точнее, ультимейт Абатрайда, который он еще не качал. Но хватило лишь крита от Марса. И уже 6-0. 58 крипов. Невероятный нетерс. 4 500 на 9-й минуте. Снизу, как же нападение. Война действительно никак не успокоит. С командой где-то дальше воевать-воевать. И 20-й фрак для коллектива Рейзиан. Бежали далее. Опять-таки расхистовывается банк. Стая-то убежать здесь варлок. Но никуда он не денется. 21-й фрак для коллектива. Марс уже заходит во вражеский лес. Пытается найти кого-нибудь. Но находит Андайан, он нажимает ультимейт. Ну и уходит. Не успел здесь забрать тамбу. Последний. Не залетело. И закончилось по времени. Что у нас у Сларка по артефактам? Есть фейзы. Довольно нестандартные, на самом деле. Обычно собирают ПТ. Опять-таки нападение от мужа. Утимейт будет Маквина Мансера. Шелдэнс нажимает. Сларк пытается убежать. В итоге у него это получается сделать. Еще и забирают Андайан. У нас наверху Марс. Уикит Сиг. 7-0. 11-й уровень. Скоро будет Дезолятор. Остался последний у нас Хаммер. Это будет нереальная машина для убийств. Если Марс получает такой сноуболт, мне кажется, тяжело будет его остановить. Ну вот, действительно, это машина для уничтожения может стать запросто. То есть ты прыгаешь на сколько-нибудь Глиндаггера, ставишь арену, и тебя уже никто не уведет. Ни Кларк, ни кто бы то ни был. Опять попали на хук. Варлок подставляется. Снова ультимейт. Сбить этот ультимейт нечем. Небольшой подхилл, но он не спасает. Прилетели еще и за анбайингом. Калк дается, и нигде не скроется. Еще и том стол был поставлен. В итоге, немножко золота сверху отсыпали вместе с анбайингом. Разбирается он. И будут туда сломать вышку. Тот еще и успел выйти, но... Арена была поставлена немножко позднее, чем хотелось бы. И... Попа улетает. Это мид, где ее уже снова ждет Марс. Копьен и готовен, но без арены будет проблематично. Магоматично. Только если какое-нибудь дерево не встанет перед Квопой и Квопьем, то тогда... В итоге успел, так, попал этим Квопьем. Много урона. Это даст тебе щиток. Поздно, но очень все равно много урона залетает. Квопа здесь страдает. И внизу опять снова такие победный хук для своего убийства делает нас Путш. Также Килинг Спри уже. Это мега-утистная. Девятый уровень у Пуджа. Есть хут, есть фейсбут. Икс Марс просто не успокаивается. Забирает здесь Варлока. Тихоньку, помаленьку работают по всем фронтам и нормально. Еще опять подспирандайн, гандайн, где он страдает. Ставит спастись, прожимает ультимейт, но это не поможет. С тех пор, что на последок, правда, тут приходит с Гелем, Беноматер, пытается помешать, но телепорты уже жмутся. Ждить их нельзя, Сониквэп слишком поздно, как один Бэтрайдер погибнет, что не так уж и страшно с одной стороны. А здесь Марс. Сиро стоит, ждет кулдауна своей арены. У него, правда, мана не хватает, но у него есть соло ринг. Здесь, он касается Голем, просто остановить Алхимика. Подходит сюда Марс, промазывает обьем, но ползает их щитом. Просто делает тэп-аут, забить нечем. Ультимейта нет. Одного спыла, который саморазвит телепорт. И они его потратили. Что заканчивается благополучно. Тем временем, сверху все это время пушил Огрмаг в соло. У него уже линзы есть после фейзов. И он может продолжать уверенно двигаться в Адлас. В 4 абсолютно игнорирует Игнайт, за все он ни к чему. И замакшенный Фаербласт. Ну, вот я могу сказать, игрок, который сыграл, наверное, больше 500 игр на Огрмаге. Мало игроков, которые собирают у него линзу первым-вторым артефактом. Ну, ладно, чуть позже. Здесь у нас забирают, видимо, он дай, он еще поставил тамбу. Не знаю, зачем он дает много голды, много опыта. Ну, так вот, насчет Огрмага. Когда он собирает линзу, у него, получается, невероятный рейндж. Не дают мне договорить, ведь опять файд пытается убить только Пудша. Теперь за его наград, с которым пошел по Т3, бонцы работают. Минус Пудш, раскистовал ультимейт. У нас Веномастер Руэлл никуда, байбэк делает Пудш, возвращается в драку. Пытается раскрутить здесь банку, у никого не попадет. Алхимик в итоге. Размен у нас один в один. Ну и байбэк выбили с Пудша. Неприятненько. Да, немножко решил продолжить битву. Внутринадцатый уровень, пятнадцать флэшки пустак, где слон тысячи жизней. Веса практически на руках и будут пытаться, видимо, ломать уже хайграунд. Эдва сломали сверху и снизу. Ну, сверху смедленнее, точнее. А снизу еще в это время терпит. МАС. Копьем, попадание есть. Может поставить арену, продолжить сверху накрыть. И троих тут же подлавливая. Сделать ничего не могут. Купа погибает. Иногда не пытается выйти, но подвесить с прем, работает вообще никого. И получит какой-то пятненький упор. Действительно, мембер на готове. Готове. Дается ворваться еще и Бэтрайдер. Ловит весь сларк. Фаерблассы полетели. И сларк еще один ларк по нему нужно сделать. Он погибнет. Это минус трестный. Столько, то есть, вина мальца. Вина мальца пытается что-то изменить, но не получается. Он погибает. Вместе с ним делают трипл килл. И просто один из пылим рассыпается. Какой тип из дайер. И на этом что-то сделать. Спасибо, скоро закончится. Еще один такая драка. И пиши пропало. Да, тебе вайп. На пятнадцатой минуте неприятно. Пятнадцать тысяч. Артефактом. У нас барабаны только и фейзы сларка. Тем не менее, у марки здесь. Но вот и копье попадает невероятным рейнджом. Еще щит минус. Квапат 30 секунд будет Думб Таверне. По своим поведениям. Еще одна тамба ставится, но уже за пределами досягаемости команды Рейдинг. Какие-то рандомные хуки. Просто пытается кого-то забрать. Виномастер дает виногель. Сларк здесь подходит. На этом что матчат Дэн забирает Огромага. Он делает нотальный вайбэк. Разрешите в драку. Бонсы. Арена. Снутки от Марса. Какое-то копье. Но оно мимо. В итоге выживает здесь Сларк. Выбили вайбэк с Огромага. И должны отойти. Здесь команда Рейдинг. Немножко заигрались под хайграундом. Бывает. Но Пуч хочет продолжать. Ищет себе. Неченько вернулся. Огромаг. Минтикасты пошли. На пайрбасты работают. Разрешите. И голем по троим. Неплохо. Можем продолжать. Унибоя тоже накрыли. Сдубай над бумагом на хайграунд. И вот он неплохой камбэк. Для коллектива Дайер. Немножко заигрались. Без Марса они не такие уж и сильные. Бонсами под ультимейтом Квапы. Плюс големчик. Это очень страшная сила. Они недооценили сейчас. И поэтому троем отправились в таверну. Ну да. Будут следить. Сколько выкупали. Сидеть будут долго. И 3000 подарили сопернику. На противостоянии. Старк. Что самое главное. Немножко бустанули. Есть у него теперь 3 постоянных стака. И он этим будет пользоваться. Совершенно спокойно. Не. На самом деле. Эти 3 стака не так уж много сделают. Но все равно приятно. Знаешь. Тут исходите из такого варианта. Что 3 стака это лучше чем 0 стаков. Так что нормально. Ну да. Правильно ты говоришь. Что Порошан. Порошан до сих пор стоит. Даже ни одна из команд не хочет его забирать. 15 минут Айки. На самом деле. С таким сноуболом команды Рэддиенс. Можно было бы забрать его довольно рано. Есть изолятор. Отхил от Марса. Просто он мог своим щитком. Своей посевочкой. Стоять и танковать. Они спокойно забрали. И уже такие заходы по Т3. И все команды были бы намного легче. Ну нападение опять таки Марса. С двух ударов. Улетает силипорта. Потому что я думаю никак не получше. Запрыгивает в арену. Сларк, но ничего не сделаешь. Это один из скиллов, который позволяет попасть в арену. Никакой фурстап. Ничто, кроме получается вот паунса Сларка Блинка. Тебя туда не занесет, не вынесет. Только лишь телепорт. Так что будет удобно Сларку выпрыгивать. А то вы здесь нападёшь в эту арену. Здесь нападение. Опять онлайнг разбирают. Лучший шоу. Попали по Queen of Pain. Да ладно, нельзя отпускать. Фирбласт. И его папа ебает. Все. Снова оккупация базы. На стороне команды Radiant. Прощаю. Это не подобное было с кем. Ну и всё. И пятером готовят уже на трекдаун. Ставится тамбах. Укает лучше нас Варлока. Голема у нас нет. 36 секунды байбэк есть. Надо нажимать. Иначе странно. Здесь ультимей также ещё кастуется от Undying. По нему много урона. Мультикаст. Все они заряжены ядом Динамансера. Троём сражаются. Тут команды Radiant у нас. Ещё и хороший стан. Ху. Здесь ещё щит. И в итоге минус на Мансер. Телепортирует сюда Квапану. Мне кажется, это всё тщетно. Ещё висит также Весел на Сларке. Ну и всё. Драка закончилась. Ну они попались ещё в Queen of Pain. Можно было поймать её. Скукануть. Понимаю, что здесь где-то вард стоит уже сейчас. Точно нужно осознавать это. И идти вард ломать. Тем не менее, есть чем вылавливать. Поэтому нужно быть начеком. Хотя гулдаун. Вау. Стану. Есть лакпак. Что выйдёт? На вышку по-прежнему. Стоит. На самом деле, они понимают, что здесь стоит вард. Но всё-таки здесь начинается драка. Марс кастует арену. Хорошее копьё. Выйти никак Сларку нельзя. Его бьёт от арена. Shadow World работает. Ну и в итоге засейвил. Засейвил его варлок. Плюс ещё стики помогли в этом. Хороший станчик здесь от Огрмага. Мультика срабатывает. Виномызгали под боим. Залетает сюда Алхимик. Дают банку. Дарим. Какой же щит просто. Моментально стирают андайн. Пусть опять секунд без байбэка. Здесь ещё и хукают Квапу. А нет, это был Сларк в Шаттл Дэнсе. Много урона. Заметление. По двоим банкам. Минус армор. Щит. Марс. Байбэки. Байбэки. Здесь Виномаза также убьют. Скорее всего, у него также есть байбэк. Можем будет прикупаться. Третий уже байбэк от команды Дайер. Всё. Минус вышка. Все пять героев команды Рейдинг у нас живы до сих пор. Добитые чуть-чуть. Там 2-3 персонажа. Но это не поможет у нас Рейдинг. Дайер как-то убить в ситуации. Снова таки щит. Банцы работают, но это не помогает. Здесь Дизмембер по у нас, видимо, Сларку. Минус один, минус два, минус три уже. И можно писать кутки. Телепартия с Марс. Ничего не смогли делать, кроме таки, как фраг на Огармаге. Уже 21 тысяча. Очень больно. Да, здесь же продолжат пукать, искать приключения. Но никого гугнуть не могут. Ну и шли все в разные стороны. Остался здесь только Бэтрайдер. Да и тот отправляется с телепорта обратно на базу. Весл также пересобирается. И еще 5 зарядов есть. Подождет. Вард 5-таки имеется. Поэтому любой, кто подойдет в его зону действия, будет пойма. Вот, например, Андай. У Марса в кикбайе находится Рапира. Заберет ли он? Или раньше напишет кутгейм у нас Дайр? Ну, здесь нас убивают Андайр. Просто в наглую же. С 28 стаками пассивки залетает. Сюда еще и Марс. Хороший копьет. Скорее всего, убьет здесь Клафу. Также умрет здесь и на Веноманцер. Ну, не суждено, наверное, собрать здесь Марсу в этой игре Рапиру. Просто он не успеет. Кутгейм напишут раньше у нас команда Дайр. Ну, сейчас посмотрим, почему сломать вышки пока не получилось. То есть, они одно сломали, то три. На этом, в общем-то, все закончилось. Им еще, если делать мега-грипов, это займет кучу времени. Если идти в трон, то тоже не так уж и быстро. Ну, почему они живы до сих пор, мне кажется. Так как у них уилет-атак байбек. Сейчас этих байбеков нет. Кроме как у Клафы. Но она уже сейчас выходит. Она заходит просто под фонтан. Хорошее копье. Щит. Мега ставишь кукаю. Это андайн. Глутимейдж. Шаттлтэнс. Пытается убить андайн. Скорее всего, умрет. Шаттлтэнс до сих пор работает. Стакки набивает. Но он сейчас закончится. Много урона. Банка летит. Но выживает за счет стиков. Здесь Сларк. Уже троих у нас забрали. С команды Рейдинс. Хуки. Фонтан. Залетает сюда Марс. В наглую прожимает. Купил себе гост вместо терапиры. Чтобы просто не умереть под фонтаном. Минус четыре. Ну. Четыре секунды. До гудгейма остается. Вот так вот. Потихоньку, помаленьку, рассыпается. Вся оборона команды Дайер. Такой тач, что этот фонтан танкует. Здесь просто путь под себя. Весь урон. Еще и гост переключается. Пару ударов фонтан. Можете выиграть много времени за счет икея. Почти с мембор. Станавливают голем. Неприятно. Можно продолжать сражение. Путь все-таки погибает. Но выкупает, конечно, сразу. Остальные же минуты телепорты. И улетают отсюда. Правда, может не улететь Марс. Видимо, решает далеко не расходиться. И сражается дальше. Прыжок. Пара ударов. Копье. Заканчивается здесь команда. Делать ничего не мог. Ну. Просто нереальный разнос. 22 минуты. 58. 14. 29 тысяч преимущества. Слакция телепортируется. Пытается как-то запросить обо Марса. Фраг престижа. Но не получается дает копье в Шату Дэнс. Еще раз включает банку. По таймингам не успеет. Да, но успел нажать Дарпакт. Подходит сюда еще и Бэтрайдер. Паунс полетел здесь. Снимается с эту баночку. Выживает не смог. Сделать фраг на этом Марсе. 8.3.28. Такая страда у нас сейчас у Марса. Приятно было бы его забрать. Какой-то стрик с него. Неплохо было бы, да, для Сларка. Но пока что их выискивают. Опять идет Путч. После Бэбэка 4 тысячи с половиной здоровья. Наводение через арену. Закрыли Сларка. Закрыли Вином Мальсера. Закрыли Анбайнга. И опять-таки по одному уничтожили соперника. Но все-таки Марс погибает. Тем не менее. Выкупаясь обратно, мы уже купили. Что-то коллектив Дайер. Все-таки получилось. И из того, что мы видим, это по идее должно быть один-один. Но как будет. На практике. Скоро узнаем. Да, у нас EGT проигрывают в этой карте. Ничего такого интересного они не смогли нам показать. К сожалению. Как я думаю, на следующей карте они должны ориентироваться, понимая, что такая игра неприемлема. Хоть и закрыть им место. Они должны показать хоть какую-то игру. Но это слишком слишком унизительно для этой команды. Страшные новости. Но в любом случае услышимся с вами после перерыва и узнаем, что же там будет на этой третьей карте. Да, она совсем скоро. Так что никуда не уходите. Мы вернемся к вам. Ну да, нормально. Ну да, нормально.